Жители Южноафриканской Республики чаще отдают предпочтение белому вину. 60% всего вина, которое потребляют южноафриканцы – это белые сортовые вина. Почему так? Еще разберемся. Россияне же с точностью до наоборот. В большинстве случаев выбирают красное вино. Море вина с побережья двух океанов. За прошлый год импорт вина из ЮАР в Россию составил около 25 миллионов литров. На вкус и цвет в нашем случае вина товарищей нет. Главное, чтобы качество было неоспоримым. Первое южноафриканское вино удалось получить в середине 17 века из местного винограда. Жители страны не стали бродить вокруг да около, а предоставили этот процесс виноградному соку. Сегодня доля виноделия в производстве плода овощной продукции составляет 30%. Главный исполнительный директор форума экспортеров плода овощной продукции ЮАР Антон Крюгер говорит, главная изюминка их вина – виноград. В нашей стране несколько климатических зон. Например, в горах выращивают фрукты для производства белого вина. Этому способствует морской бриз. В других частях страны, где больше солнца, выращивается виноград для красного вина. Мы особенно гордимся уникальным южноафриканским сортом винограда под названием пинотаж, который был впервые выведен и выращен в нашей стране. Сегодня ЮАР – лидер по производству красного вина этого сорта. Пинотаж – символ виноделия Южной Африки. Красный сорт, который вывели и выращивают только на местных плантациях вот уже почти целый век. Из него получается насыщенное красное. Но все равно по популярности в ЮАР белое вино заметно вырывается вперед. Зато по качеству одно другому не уступает. Краснеть перед импортерами южноафриканским производителям не приходится. Вот уже 45 лет в стране действует государственная система контроля качества и происхождения напитков – закон «Wine of Origin», как во Франции. Поэтому, если на этикетке вы увидите буквы «WO», знайте, что это вино на 100% состоит из винограда, выращенного в Южной Африке. ЮАР выпускает более 950 миллионов литров вина в год. Вкус южноафриканского вина знаком жителям 50 стран мира. Россия в числе стран-ценителей качественного южноафриканского вина с 1994 года. Крупные импортеры алкогольной продукции из России с южноафриканскими партнерами на Брудершафт заключают контракты. Менеджер по развитию одной из крупнейших винодельческих компаний ЮАР из Веллингтона, уже 6 лет поставляющий вина в Россию, Юлия Королькевич, рассказывает, с какими винами конкурируют южноафриканские. Вообще российский рынок достаточно развит уже с точки зрения объема брендов, количества брендов и с точки зрения представленности. Поэтому действительно непросто сражаться за место под солнцем здесь в России. Для нас, конечно, импорт – это прежде всего традиционные страны. Это Франция, Испания, Италия. И страны Нового Света – это, допустим, то же самое Чили, Аргентина, ЮАР, США. С ними, наверное, у нас основная конференция идет. Главные винодельческие районы страны на юго-западе простираются на сотни километров в стороны от Кейптауна. Качество южноафриканского винограда определяет сама природа. Равнина, залитая солнцем, дает урожай на литого винограда – сладкого, сахаристого. Старший винодел южноафриканской компании Стефан Юберт рассказывает, как важны климатические условия для производства хорошего вина. Что касается урожая 2018 года в Южной Африке, я бы сказал, что это один из самых сложных урожаев за последние десятилетия. Это был особенно сухой сезон. На некоторых территориях, где требуется обильный полив, просто не хватало воды. В среднем по Африке урожай снизился где-то на 15%. Несмотря на эти трудности, я могу сказать, что виноделы остались довольны качеством урожая. Мы собрали более мелкий виноград, зато в нем оптимально сбалансированы сахаристость и кислотность. Мы очень счастливы с этим сезоном. Причина популярности белого вина в ЮАР – это жара. Традиционно белое вино принято подавать охлажденным. В ЮАР, вопреки канонам, в бокал даже добавляют лед. Тогда как красное вино подают более теплым – комнатной температуры. В жару это не делает рекламу красному вину. Ориентируясь на мировой рынок, южноафриканские виноделы стараются уравнять объемы производства красного и белого вина. Советник-посланник по экономическим вопросам посольства ЮАР в России Малоко Лишаба отмечает, что южноафриканские вина влились в привычный ассортимент розничных магазинов в российских регионах. «Россия – большая страна. Я надеюсь, что однажды, приехав в Якутию, найду там африканское вино. Мы очень на это надеемся. Это будет означать, что наше вино известно по всей России. Я точно знаю, если приеду на Камчатку, то обязательно найду там наше вино. У нас нет заоблачных цен на вина, но и даром мы ничего не продаем. Вы же знаете, что цена зависит от качества. А качество наших вин отменное. Они не дорогие, но и не дешевые». Выращиванием винных сортов винограда в ЮАР занимается около 5000 фермерских хозяйств. Менеджер по международной торговле винодельческой компании «Скиптауна» Маджолия Фомосия старается выжать пользу из своих поездок в Россию. «Мы пытаемся укрепить позиции на российском рынке около 3-4 лет. Мы до сих пор не нашли потенциального импортера. Мы заключили несколько небольших сделок, но ничего грандиозного. Ничего такого, чтобы как-то сильно повлияло на наш бизнес. Поэтому мы продолжаем приезжать в Россию в надежде завести полезные знакомства в рамках этого бизнеса». «Интересно, что белое вино тоже можно изготовить из красного винограда. Дело в том, что сок ягод большинства сортов винограда прозрачный. Поэтому если в ферментации, то есть в брожении, не участвует яркая кожица виноградин, напиток получится светлым». В общем, вино какой страны вы бы не предпочитали в разное время суток, помните, чрезмерное употребление алкоголя вредит вашему здоровью. Это сок. Субтитры сделал DimaTorzok